Всегда, когда появляются какие-то законодательные инициативы, которые, ну, лично я по своему мнению считаю, мягко говоря, излишними, я записываю короткий обзор на вот эти вот законодательные инициативы. И вот совершенно недавно, если не ошибаюсь, по-моему, 4 октября сего года, Минюст выступил с такими вот инициативами. А именно, Минюст предложил конфисковывать имущество у граждан по делам об административных правонарушениях. Поправки, которые хочет внести Минюст в кодекс об административных правонарушениях, опубликованы на официальном сайте. В общем-то, переходите по ссылке более подробно, читайте, знакомьтесь, делайте выводы. Я лишь сегодня каратенчика хочу пройтись, так сказать, по этим поправкам. Сразу оговоримся, что речь идет о том имуществе, которое стало орудием совершения правонарушения или предметом административного правонарушения. В чем разница, если надо будет, объясню. Пока это не самое главное. Мне интересно, как в пояснительной записке Минюст описал нужность этих поправок. Давайте зачитаю. Я тут подготовился немного. Значит, что говорит Минюст? Реализация закона проекта позволит исключить правовую неопределенность, связанную с порядком обращения в собственность субъектов Российской Федерации конфискованного имущества в части установления отдельных категорий изымаемых объектов. Ну, теперь-то вообще, в принципе, все понятно стало. Действительно, нужны же поправки, да? Все сразу нам Минюст пояснил в своей пояснительной записке. Более того, к любым законопроектам я люблю читать финансово-экономическое обоснование этого проекта. И вот, что указано в финансово-экономическом обосновании. Тоже зачитаю. Ну, понятно, что данные поправки напрямую нам говорят о том, что они нужны для того, чтобы пополнять бюджеты субъектов Федерации. А какое имущество будут конфисковывать? И на кого, в принципе, распространяется действие вот этих поправок? Ну, сразу скажу так, что действия этих поправок по своей сути распространяются на всех, кто совершил административное правонарушение. А вот перечень имущества очень даже интересный, очень даже любопытный. Давайте посмотрим, какое имущество будут конфисковывать. Итак, вот что попало в список. Продукция незаконного природопользования, а также орудия охоты, рыболовства, заготовки, древесины. Ну, что самое интересное, по большому счету, Кодекс административных правонарушений в рамках некоторых статей предусматривает конфискацию как раз-таки орудий совершения административных правонарушений. Если уж так говорить, то я тут даже себе выписал. Значит, это статья 8.37. Нарушение правил охоты. И статья 8.28. Незаконная рыбалка. Да, ну, к примеру, там конфисковываются орудия совершения административного правонарушения. Также можно сказать про незаконную порубку. Да, ну, в принципе, то же самое. Ладно, читаем дальше. Что попадает еще в список. Парфюмерия, косметика и бытовая химия. Интересно. Продовольственная и сельскохозяйственная продукция. Продовольственная продукция, ну, это что? Это продукты. Ну, как бы, как это еще назвать? Телефоны, компьютерная и бытовая техника, а также комплектующие к ним. Печатная и другая полиграфическая продукция. Детские товары. Мебель, предметы интерьера и другая продукция бытового назначения. Тара и упаковка. На этом список, вроде как, заканчивается. Ну, посмотрим, в каком виде все это будет принято. Наверное, это все-таки такой окончательный перечень того, что смогут забирать. Ну, и приведу примеры. Да, ну, например, заложный вызов той же скорой помощи, пожарных. Есть административный штраф, да? Ну, а теперь в рамках этой статьи, я так понимаю, что не только там штраф будет, а штраф там, по-моему, в районе полутора тысяч рублей. Если не прав, поправьте. То теперь и будут конфисковывать, например, орудия совершения административного правонарушения. Телефон. А будут ли распространяться вот эта вот конфискация на нарушение правил, когда ты за рулем ездишь и разговариваешь по телефону, да? Ведь статья 12.36.1 Кодекса административных правонарушениях, ну, подразумевает под собой штраф за пользование телефоном во время движения. Тоже, по-моему, полторы тысячи рублей. Ну, а теперь и орудия совершения же, да? Теперь будут и в этом случае забирать телефон. А вот, например, статья, да, незаконная порубка 8.28 КОАПа. Первая часть этой статьи, которая говорит о незаконной порубке деревьев, кустарников, там, лианы, не дай бог там порубили. Первая часть-то не содержит конфискации орудия, да? Там в следующей части содержит, потому что там говорится о каких-то, ну, уже механизированных, да, на орудиях совершения правонарушений. А первая часть просто, говорит, незаконная порубка повреждения лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан. Ну, и там штраф. Так вот, теперь незаконно выкопали лиану, и у вас, согласно новым поправкам, должны конфисковать лопатку. Ну, или пилу дружба, да, в доход бюджета субъекта федерации. А вот интересно, за побои теперь что будет? Есть такая же статья в административном кодексе, побои 6.1.1. И там предусматривается тоже, например, штраф, если не ошибаюсь, от 5 тысяч рублей. А что получается, если ты взял детскую игрушку плюшевого крокодила, дал кому-нибудь этим плюшевым крокодилам по хлебальнику, орудие совершения административного правонарушения, орудие конфисковать плюшевого крокодила. В общем, вот такие интересные поправки вносят в Минюст. Сейчас они там проходят проверку коррупционного отдела какого-то, как у них там это правильно все называется. Проверка будет до 18 октября, но потом как-то все эти поправки будут уже приниматься. Оставляйте свое мнение по поводу инициативы Минюста, а также ваши предположения, в каком случае будут конфисковываться детские товары, продовольственные товары, что там еще было интересное. Печатная и другая полиграфическая продукция, например. А вот ваше мнение очень интересно будет почитать в комментариях. Ну, а мы увидимся с вами в следующих роликах. Всем до встречи. Пока.